Всех приветствую, меня зовут Ева и сегодня покажу как сделать флорентийское восковое аромасаше. Я всегда их делаю самостоятельно, так как цены в магазинах на них действительно кусаются. Для плавления воска я приобрела на распродаже вот такую турку. Ее будет удобно держать за ручку, не запретая лишнего. А также у нее есть носик, который позволит комфортно вливать воск в подготовленные емкости. Теперь буду пользоваться только ей, это оказалось очень удобно, рекомендую. Также приобрела пару вот таких свечей, было указано, что они созданы из воска. Но можно использовать и обычные парафиновые свечи. Нарезаю свечу на кусочки, фитиль обычно оставляю целым, так как он может пригодиться в будущем. Перекладываю кусочки свечи в турку. На печь ставлю металлическую емкость с водой и помещаю сюда турку с воском. Ну и пока свеча плавится на водяной бане, покажу, что буду использовать в декоре. У меня есть отдельное видео, в котором я показывала свои запасы природных материалов. Ссылка будет в описании. Сегодня я буду использовать розочки, высушенные в соли, шалфей дубравный, нарциссы и зерна кофе. Кстати, у меня есть отдельное видео, в котором я показываю, как сушу бутоны роз в соли. Они получаются ровными и сохраняют форму. Ссылка будет в описании. Также понадобятся эфирные масла. Мне нравится, как раскрывается масло чайного дерева и сандала. Но сегодня я буду использовать масло лаванды и розы. Эта композиция очень тонко чувствуется и вообще отлично подходит к разным сезонам года. Эфирные масла можно посмотреть в отделах все для бани или интернет-магазинах, вроде Озон. Ну а в роли формочек выступят лоточки от соусов и имбиря из заказов роллов. А отверстия мы будем создавать при помощи коктейльной трубочки. Понадобятся два отрезка. Просто разрезаем трубочку ножницами. К этому времени свеча полностью расплавилась. Добавляем сюда выбранные эфирные масла. Я добавляю масло лаванды и масло розы. Переливаем воск в подготовленную емкость. Толщина моих саше будет чуть больше 1 см. Оставляем все это в покое буквально на 20-30 секунд, чтобы воск начал немного застывать. Затем помещаем внутрь выбранные травы. Если есть лаванда, помещаем ее. Но у меня есть полевая трава шалфей дубравный, который визуально мне очень напоминает лаванду. Сюда же добавляю высушенную покупную гвоздику. Ну и сверху устанавливаю отрезок коктейльной трубочки. Наливаем воск в следующую емкость. Также даем ему постоять секунд 20 и приступаем к декору. Сюда я помещаю бутоны розочек. А также добавляю зерна кофе. Ну и конечно же не забываем создать отверстия при помощи трубочки. Оставляем их в покое на 2 часа и подготовим крючки. Эти приобрела в фикс прайс за 50 рублей. Основа у них пластиковая, сами крючки металл. Камешек по центру акриловый, но и сзади для фиксации на поверхностях предусмотрена двусторонняя липкая лента. Мне не подходит их стиль, поэтому крючки подвергаю переделке. Сначала грунтую. Этот молд самодельный. Как я делаю молды без крахмала, показывала в отдельном видео. Ссылка на него будет в описании. В него помещаю покупную самозатвердевающую массу. Извлекаю получившийся элемент в виде розы и на его обратную сторону наношу клей ПВА. Приклеиваю розочку по центру основы держателя. Точно так же декорирую и второй крючок. Эти крючки нужно оставить до полного застывания массы примерно на сутки. Затем крашу изделие белой акриловой краской. Для дальнейшего декора буду использовать белый флок. Он продается в магазинах для творчества. Также хочу отметить, что такой материал содержится в аптечных одноразовых пеленках. Только в них он слежавшийся, но если его пропустить через кофемолку, становится рыхлым. Покрываю основу крючка клей лаком и посыпаю его флоком через сито. После полного высыхания клея частицы флока плотно прилипнут и не будут осыпаться. Оставляем крючки сушиться на пару часиков. Мои саше полностью застыли. От стенок они сами отделились. Достаточно надавить на дно формы и они легко извлекутся. Также извлекаем и трубочки. Нарезаем шпагат на равные отрезки и продеваем их в отверстия восковых саше, завязав сверху на узелок. Крючки можно закрепить внутри шкафа и уже на них подвесить за веревочки аромасаше. Надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео. Если это так, поддержите пожалуйста его лайком. А также оставьте под видео небольшой комментарий. Можно просто оставить смайлик. Но самое главное, берегите себя и своих близких. До новой встречи!